друзья всем привет сегодня у нас в общем новый объект начинаем и перед его началом естественно хочу вам показать то что у нас здесь есть то что у нас есть это что мы планируем здесь сделать это нас однокомнатная квартира здесь у нас такая зальная комната с этой стороны у нас кухня с кухни у нас выход на балкон это у нас кухня в кухне у нас стены отштукатурены сделаны розетки выведено питание все подключено но это предшеставая отделка так я понимаю так вот она выглядит полы тоже якобы ровные но это принципе нас сейчас не интересует потому что мы будем заниматься переделкой ванной комнаты ванной комнаты я специально отснимаю заранее для того чтобы можно было по окончании ремонтных работ увидеть то что здесь было и уже наглядно представляете разницу между тем что было и тем что стало обратите внимание полотенце-сушитель у нас находится вот здесь вот в углу это у нас ванна такая вот не очень большая полотенчик здесь раковая труба полотенчик диаметром 32 миллиметра счетчик здесь кран стоит в ванной комнате естественно нам это не нужно поэтому мы будем вот тоже переносить кстати сразу говорю что вот эта стенка перегородка между туалетом и ванной будет сноситься это будет у нас сноситься для того чтобы совместить две комнаты в одном здесь у нас туалет санузел так сказать здесь у нас канализация здесь у нас холодная вода и вот такой большой большой участок пространство как я его называю для того чтобы можно было здесь что-нибудь придумать и мы уже естественно заказчиком все здесь придумали заранее все уже просчитано даже есть небольшой проект по раскладке плитки поэтому я вам чуть позже покажу то что сделаем здесь тоже расскажу так вот это дверное проем мы будем закладывать на этой стене у нас будет находиться полотеновосушитель здесь может быть инсталляция в этом месте у нас будет углубление в ней в этом углублении будет находиться стиральная машина здесь будет короче 5 шкаф в этом шкафу нас будет более в общем все и здесь прячется далее здесь будет раковины потому что где то я в этом месте так или вот в этом месте у нас будет душевой поддон с тропическим душем. Ну, все это, естественно, я буду переделывать, делать. И по ходу работы я буду также вас держать в курсе, показывать все, как это будет происходить. Буду показывать все это в Инстаграме, в Ютубе тоже буду выкладывать какие-то моменты интересные. Ну, все, что нужно, будет интересно, следите за обновлениями. Так, теперь давайте посмотрим то, что у нас здесь есть, какой материал мы будем использовать. Практически вся инженерка у нас закуплена. Это у нас бойлер, это у нас полотенце-сушитель. Там лежит инсталляция. Трап, трап. Так, плитка, плитка. Здесь у нас смеситель. Смеситель у нас будет переделаться под работу с тропическим душем. Ну, в принципе, он уже такой, он этот скрытый монтаж. Я вам позже покажу его. Плитка, плитка. Тут вот инженерка лежит. Так, вот такие вот коллекторные системы будут подключения воды. Так, ну, все это будем, в общем, по ходу рассматривать и показывать. Шланги. Здесь вот у нас лежит, в общем, этот термостатический смеситель для геденического душа. И вот такой вот у нас проект. Проект. Вот так он, в общем, у нас выглядит. Вот такая плитка. Вот у нас стиралка, раковина, инсталляция. Здесь шкафчик будет такой небольшой. И зеркало. Вот здесь тропический душ со штангой. Но его будет уже по-другому выглядеть, потому что все это передумалось. Ну, картинки я вам покажу чуть позже. Просто вот так вот визуализация нашего проекта вот выглядит вот так. Ну, короче, практически весь материал для работы есть, но нет, естественно, смесей, нет электрики, нет сантехники. Есть только вот вся чистовая, чистовой материал, все необходимое для того, чтобы связать все вот эти моменты вместе. Будем все это закупать отдельно, поэтому об этом, может быть, я тоже вам расскажу. Ну, вот такой вот небольшой вводный, вот такая вот небольшая вводная часть, начало объекта. Кстати, вот горшок от инсталляции, итальянский. Здесь вот у нас кладовка такая небольшая. Короче, все, обзор сделал, показал. Можно сказать, пора начинать. Все, будем начинать. Начать я хочу сначала посмотреть, сколько там места за этой стенки есть для того, чтобы подумать, сносить ее или нет. Если места практически там нет, то смысла в этом, в том, чтобы снести эту стену, я тоже не вижу. Но перегородку мы 100% будем убирать. Ладно, пока на этом все. До новых встреч на новых видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok